На Беларусь 4 программа де-факто. Мы рассказываем о главных происшествиях за неделю, сообщаем правовую информацию и анализируем чрезвычайные ситуации. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Смертельная погоня. В Гомеле, преследуя нарушителей, в ДТП погиб инспектор ГАИ. Какое наказание ожидает лихача? Цена мгновения. Подробности гибли ребенка в Мозорском районе. Можно ли было предупредить трагедию? Собака верный друг на границе. О роли кинологического отдела в борьбе с контрабандой репортаж Алексея Немкевича. А также 25 лет гомельской таможни. С какими результатами служба отмечает юбилей и что изменилось в системе таможенного оформления. Поговорим с экспертом. И начнем выпуск с обзора криминальных событий и происшествий за последние 7 дней. В центре внимания наших корреспондентов оказались самые нашумевшие факты и чрезвычайная ситуация. Едкий запах стал причиной вызова спасателей в Новобелецком районе Гомеля. Люди пожаловались, что он может быть химического происхождения и не ошиблись. Виновника произошедшего долго искать не пришлось. Мужчину с острым отравлением увезла скорая медицинская помощь. В его квартире нашли вскрытый ржавый металлический баллон, из которого на площади полуметра разлилось неизвестное вещество. Спасатели провели все необходимые замеры, по результатам которых выяснилось, что предположительно это был ангидрит уксусной кислоты. Щелочным раствором вещество нейтрализовали, баллон изъяли для утилизации. Как позже выяснилось, емкость с опасным веществом мужчина нашел на пустыре, принес домой и попытался вскрыть. Почувствовав недомогание, вызвал скорую помощь. В Добружском районе школьник в наушниках попал под поезд. Инцидент произошел 25 апреля около 8 утра в 30 метрах от станции Носовича. Подросток направлялся в школу из поселка Семеновский, где проживает вместе с родителями. Железную дорогу он пересекал в неустановленном месте. До оборудованного перехода было 50 метров. В результате наезда поезда мальчик был госпитализирован. В Гомеле при исполнении служебного долга погиб сотрудник ГАИ. Инспектор ДПС, преследуя нарушителя, попал в ДТП на служебном мотоцикле. 30-летний сотрудник нес службу по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в составе двух инспекторов дорожно-патрульной службы. В половине седьмого вечера в поле зрения его группы попал мотоциклист. Требования об остановке байкер проигнорировал. Началась погоня, в ходе которой инспектор столкнулся с автомобилем Ниссан, начавшим с крайней левой полосы разворот. Машиной управлял 60-летний гомельчанин. В результате столкновения автомобиль отбросило на встречную полосу, а мотоцикл загорелся. Тяжело травмированный инспектор был доставлен в реанимационное отделение Гомельской областной клинической больницы, где в итоге скончался. Водитель и пассажир автомашины Ниссан Кашкай не пострадали. Впоследствии был и задержан водитель мотоцикла, спровоцировавший погоню. Им оказался 20-летний житель Речицы, не имеющий прав на управление мотоциклом. Он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Управлением Следственного комитета по Гомельской области возбуждено уголовное дело. В Рогачеве ребенку потребовалась помощь спасателей. У мальчика зажало руку в скамейке на остановке по улице Интернациональная. К счастью, обошлось без негативных последствий. Работники МЧС при помощи аварийно-спасательного оборудования разжали деревянные перемычки из камьи и извлекли застрявшую руку ребенка. Предположительно, курение в постели послужило причиной пожара в деревне Иговка Добружского района, где пострадали супруги. Мужчина выкурил свою последнюю сигарету. Женщина была госпитализирована. У нее есть шанс, чтобы сделать выводы. В результате пожара повреждена кровать, постельные принадлежности, закопчены стены в жилой комнате. Причина пожара устанавливается одна из рассматриваемых версий. Неосторожное обращение с огнем при курении. Проверку проводит следственно-оперативная группа. Назначен ряд экспертиз. Трое подозреваемых в совершении разбойного нападения в Мозыре задержаны. Предварительно установлено, что разбойное трио, угрожая ножом, битами, горлышками стеклянных бутылок и зажигалкой, требовали у пенсионерки, жительницы Мозыря, спрятанные в доме деньги и ценные вещи. На протяжении нескольких часов били и пытали пожилую женщину. Знали, что пенсионерка сняла в банке крупную сумму, чтобы отремонтировать крышу. Несмотря на побои, пострадавшая не раскрыла местонахождение денег. Преступники ушли, предварительно связав женщину и ее сына. Злоумышленники были разысканы оперативниками в течение суток. Сейчас пожилая женщина находится в районной больнице. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», совершенный группой лиц. Фигурантам налета может грозить наказание до 15 лет лишения свободы. Обошлось без жертв, но сгорело все приусадебное имущество. Чрезвычайное происшествие произошло в Гомельском районе. Спасатели выехали по сообщению о пожаре сарая в деревне Романовичи. Огнем практически полностью был уничтожен деревянный навес, повреждены кровля и деревянное перекрытие, строение и баня. Одна из рассматриваемых версий причины пожара – поджог. Дети, оставшиеся без присмотра взрослых, часто фигурируют в сводках чрезвычайных происшествий. Еще не начался купальный сезон, а в Мозорском районе на приусадебном участке в водоеме утонул ребенок. Ужасная трагедия произошла 1 мая в деревне Ясенец. О том, почему в такие ситуации попадают дети и можно ли несчастье предугадать – сюжет наших корреспондентов. Шестилетний мальчик вместе с мамой, бабушкой и дедушкой приехали 1 мая на дачу. Пока взрослые хлопотали по хозяйству, ребенок незаметно выпал из поля зрения родителей. Шестилетний мальчик отлучился в район Копанки, которая находится на домашнем подворье. И когда стали искать, обнаружили его в воде. К сожалению, время уже было упущено и ребенок погиб. Причиной данного случая стал недосмотр взрослых за ребенком. С начала года утонуло по области 6 человек, из них 2 несовершеннолетних. Хотелось бы обратить внимание родителей, родственников, что если они находятся где-то на водоеме, то кто-то должен заниматься не работами, должен заниматься не отдыхом и не посвящать этот отдых себе, а должен находиться все время с детьми. И они должны быть под постоянным наблюдением и находиться рядом с ними. Подобные случаи с утоплением малолетних произошли на прошедшей неделе в Витебской и Гродненской областях. Но вода не единственная опасность, с которой могут столкнуться дети. Все в тот же день, 1 мая, в Кармянскую районную больницу поступил 5-летний мальчик с переломом костей правой руки. В 8 вечера его на лугу копытами ударила лошадь. Дети не всегда правильно оценивают уровень своих возможностей и степень опасности того или иного развлечения. Они просто играют. И именно родители должны за ними следить. Ведь кроме взрослых, вряд ли кому-то удастся быстрее всех оказать детям помощь. На улице уже стало тепло. И в принципе, сегодня большинство детей планирует и проводит свое время на улице. И как последствия, они печальны, к сожалению. Основным условием гибели остается оставление детей одних родителей. Поэтому родители должны сегодня четко понимать, где ребенок играет. Можно ли его оставлять одного и те последствия, которые могут настигнуть. Ну и, конечно же, объем работ должен проводиться непосредственно родителями с этими детьми, рассказывая и объясняя, что есть и карьеры, может засыпать песком, что и в водоеме можно утонуть, и баловство со спичками приводит к пожару. Практика показывает, что своевременно проведенные беседы с детьми и другая профилактическая работа снижает до минимума риск возникновения чрезвычайных ситуаций. За 2017 год в Гомельской области погибло два ребенка. Один в результате утопления, другой на пожаре. Но и эти цифры статистики слишком большая цена за проявленную взрослую беспечность. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомельские таможенники даже создали собственный музей самым редким конфискатом. Наш корреспондент Алексей Немкевич попытался разобраться, что же нельзя перевозить через границу и всегда ли незадекларированный товар подлежит конфискации. Обстановка в этом зале, где проходит обычная таможенная процедура, меняется как только в двери. Входит еще один молодой человек. Сигнал активной служебной собаки. Такое поведение питомца явный знак, что пес учуял наркотики. Осталось найти, где именно. И даже после того, как мужчину просят показать вещи, он пытается спрятать один из пакетов в руке. Были обнаружены тубусы, запаянные с обоих концов. Гражданин пояснил, что в тубусах находится трава, которую он собрал в районе Житомирской области. Марихуана, амфетамин, конопля – это далеко не полный перечень того, что находят на границе сотрудники таможни. Например, в прошлом году выявлено более 3000 административных правонарушений. Сумма изъятого, арестованного и задержанного имущества, поставленного на учет в таможне, в 2017 году увеличилась по сравнению с 2016 на 121% и составила более 10 миллионов рублей. От старинных икон и распятий до коллекции монет. В этих залах собраны ценности, которые пытались вывести из страны. Сейчас большая часть из них экспонируется в музеях. Хозяева некоторых из этих вещей могли и не знать, что книга или статуэтка может быть предметом искусства. Оценка каждой проводится индивидуально. Например, монеты, созданные 100 лет назад и более, относятся к ценностям и подлежат таможенному декларированию. Данное можно утверждать только исключительно с постановления, которое мы назначим, о назначении экспертизы и когда в таможню придет соответствующее решение, заключение эксперта, который, соответственно, обладает определенными познаниями в данной среде. Сам таможенник не специалист в данном вопросе. Кстати, с нового года ситуация с конфискацией поменялась. Силу вступили изменения соответствующих статей кодекса об административных правонарушениях. Конфискация осталась в статьях, которые предусматривают наличие определенного прямого умысла. Это статьи, связанные с незаконным перемещением транспортных средств помимо пунктов таможенного оформления. Это статья, связанная с недекларированием валюты в сумме, превышающей 10 тысяч долларов США. И статья, связанная с перемещением товаров с сокрытием от таможенного контроля путем именно использования тайников. Изменились не только правила внутри страны. С нового года в силу вступил и таможенный кодекс для стран ЕС. Документ немаленький, почти 1200 страниц. Однако он заметно облегчил жизнь бизнесменам. Теперь вместо забегов по кабинетам регистрация товаров за 4 часа по принципу одного окна. Скорость грузопотоков на таможне увеличивается в 6 раз. Алексей Немкевич, Павел Антонов. Специально для программы «Дефакто». Через серверы этого ведомства ежегодно проходят терабайты информации. Регистрируется сотни тысяч тонн грузов, миллионы транспортных средств и тысячи коммерческих грузовиков проходят оформление. В четверть века на страже стабильности экономики страны и сбалансированных отношений государств стоит Гомельская таможня. Эта структура системы правоохранительных органов Беларуси с каждым годом не только совершенствует процессы таможенных процедур, но и увеличивает объемы отчислений в республиканский бюджет. О том, с какими ситуациями сталкиваются инспекторы на границе, как изменила система таможенного оформления и об опыте работы борьбы с контрабандой поговорим с первым заместителем начальника Гомельской таможни Игорем Луковичем. Игорь Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Перед тем, как мы начнем беседу, хотелось бы поздравить всех сотрудников Гомельской таможни с 25-летием со дня образования ведомства. И поздравить вас лично, пожелать коллективу здоровья, процветания и сил, чтобы и дальше уверенно стоять на страже экономических интересов нашего государства. Спасибо, Александр. Пользуясь предоставленной возможностью, позвольте поздравить ветеранов Гомельской таможни, сотрудников Гомельской таможни с днем образования, пожелать здоровья, удачи, благополучия, мирного неба, добра, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в деле защиты экономических интересов Республики Беларусь. С праздником, дорогие друзья. Расскажите, с какими результатами служебная деятельность Гомельская таможня подошла ко дню своего 25-летия? Если кратко подвести итоги на этом этапе работы Гомельской таможни, то следует отметить, что все задачи, поставленные президентом Республики Беларусь, правительством Республики Беларусь, руководством Государственного таможенного комитета на сегодняшний день коллектив Гомельской таможни выполнил. Это в первую очередь касается обеспечения исполнения целевых показателей работы таможни, пополнения доходной части республиканского бюджета и вопросы, связанные с предотвращением, пресечением фактов правонарушений в области таможенного законодательства, а также те задачи, которые связаны с содержанием, развитием и поддержанием в рабочем состоянии объектов таможенной инфраструктуры. Насколько мне известно, из года в год показатели по суммам отчислений в бюджет растут. За счет чего это удается? Ситуация связана с тем, что совершенствуются формы и методы проведения таможенного контроля в отношении перемещаемых товаров, что позволяет довольно качественно контролировать вопросы, связанные со страной происхождения товара, классификацией товара и как результат это пополнение доходной части республиканского бюджета. Если говорить об инновациях, которые удалось внедрить в систему таможенного оформления за последние 10 лет, то что можно говорить? Ровно 10 лет тому назад одним из основных моментов инновационных, которые начала таможенная система Республики Беларусь внедрять в своей работе, это электронное декларирование товаров. Это начиналось в Гомельской таможне в Речице, был в то время пункт таможенного оформления Речица-Межрайбаза и на этом подразделении структурном начиналась работа по внедлению электронного декларирования. Если подвести итог вот этой вот 10-летней работы в данном направлении, то на сегодняшний день практически 99,9% товаров, которые оформляются в регионе деятельности Гомельской таможни, они оформляются с применением электронного декларирования, что соответственно создает удобство как участникам внешнеэкономической деятельности, так и должностным лицам таможни с той точки зрения, что таможня может своевременно и оперативно перераспределять свои силы и средства в зависимости от того участка, где возникают в том числе и пиковые нагрузки. Второй момент, это опять же в рамках внедрения инновационных технологий. Следует отметить, что в рамках электронного декларирования вводятся моменты, связанные с автоматическим выпуском товаров в определенных таможенных процедурах. На сегодняшний день одно из достижений, скажем так, без участия должностного лица таможни в регионе деятельности оформляется до 30% экспортных деклараций на товары в автоматическом режиме, как один из моментов этого электронного декларирования. Также следует отметить, что в этой ситуации имеет место и автоматический выпуск процедуры таможенного транзита, и представление электронной предварительной информации в отношении товаров, перемещаемых различными видами транспорта. Это автомобильный, железнодорожный, воздушный. Опять же, представление электронной предварительной информации экономит время участника внешнеэкономической деятельности и позволяет им, скажем так, беречь свои ресурсы на данном этапе своей деятельности. Ну, работа эта, наверное, добавилась сотрудникам Гомельской таможни в связи с тем, что вот на такие рельсы новая инновационная перешла система. Работы добавилось, наверное, с той точки зрения, что инновационная система – это в первую очередь люди, подготовка, квалификация личного состава. Это раз, что, скажем так, подвигло на то, что в системе таможенных органов появился свой институт повышения квалификации при подготовке кадров. Эта ситуация связана, что в ряде высших учебных заведений Республики Беларусь, в том числе в Белорусском государственном университете транспорта, созданы кафедры, которые готовят специалистов таможенного отдела. Второй момент – это требования к программным обеспечениям, к информационным системам, которые должны соответствовать реалиям сегодняшнего дня и в круглосуточном режиме поддерживаться в рабочем состоянии. Насколько мне известно, все эффективнее и эффективнее становятся средства контроля, что позволяет, скажем, вывлять больше нарушителей, внимательно следить за контрабандой, не так ли? Вы правильно отметили, что на сегодняшний день правоохранительная составляющая, она находится в стадии, скажем так, активного движения по пути совершенствования форм и методов работы по выявлению, пресечению административных правонарушений и преступлений в области таможенного дела. Все структурные подразделения правоохранительного блока таможни, отделы таможенного оформления и контроля в своей работе используют технические средства таможенного контроля. На сегодняшний день это, начиная от элементарного фонарика, щупа, рулетки до сложных систем, которые основаны на принципах неинтрузивного контроля, без скрытия транспортных средств, грузовых мест, размещенных в транспортных средствах. И, соответственно, это помогает в нашей работе по выявлению правонарушений и преступлений. Насколько мне известно, 36 уголовных дел было возбуждено по материалам Гомельской таможни в прошлом году. Ну, во всяком случае, это имело место. Это 36 уголовных дел по материалам таможни. В основном эти уголовные дела связаны с перемещением, в первую очередь, наркотических веществ, психотропных веществ, лекарственных препаратов, содержащих психотропные наркотические вещества, в том числе оружия, боеприпасов. И следует отметить, что вот большая часть это все-таки наркотические вещества, что, безусловно, является важной задачей пресечения таких преступлений. Вот, с целью оградить граждан нашего государства от этой, пагубной, скажем, привычки в отдельных ситуациях. И здесь нам большую помощь оказывают наши четвероногие помощники. Вот, есть таможни-кинологический отдел, который активно проводит мероприятия, как профилактического, так и оперативно-служебного плана. С января 2018 года был принят, утвержден новый кодекс стран Евразийского экономического союза. Что за собой это повлекло и что нужно теперь знать и помнить участникам внешнеэкономической деятельности, а также гражданам, которые пересекают границу стран Евразийского экономического союза? Ну, наверное, в рамках нашей передачи тот документ, таможенный кодекс Евразийского экономического союза, который вы правильно отметили, вступил в действие с 1 января 2018 года, наверное, в двух словах не расскажешь. Принципы, которые залагались в этот документ, они основаны в первую очередь на ситуации связаны, это сокращение времени совершения таможенных операций, создание надлежащих условий бизнесу для осуществления внешнеэкономической деятельности, и опять же направленное на наименьшие затраты в этой области. Те моменты, о которых мы говорили выше, в том числе и электронное декларирование, оно в таможенном кодексе Евразийского экономического союза уже рассматривается с точки зрения, как обязательный порядок декларирования. До этого это было на бумажном носителе, предоставляли декларации на товары здесь. С 1 января 2018 года у нас действует принцип, что на бумажном носителе могут подаваться декларации только в исключительных случаях. Например, когда сбои в автоматизированной системе происходят, либо у субъекта хозяйственного по каким-либо причинам нет возможности подать декларацию в электронном виде. Предусмотрено расширение института у полномоченных экономических операторов, что позволит ряд преференций участникам внешнеэкономической деятельности, которая, скажем так, соответствует установленным критериям и требований, тоже в более благоприятных условиях осуществлять свою внешнеэкономическую деятельность. Игорь Иванович, спасибо вам большое за конструктивный разговор. Спасибо, Александр. И в завершении программы по традиции рубрика «Я очевидец». Вашему вниманию подборка происшествий, снятых видеорегистраторами и камерами мобильных телефонов людей со всего мира. В бразильском Сан-Пауло обрушился пылающий небоскреб. Здание рухнуло в тот момент, когда его приехали тушить пожарные. Сообщается, что пожар случился на нижних этажах высотки и очень быстро распространился по всему зданию. В ликвидации ЧП участвовали 150 спасателей. В самый разгар тушения пожара небоскреб сложился как карточный домик, а клубы из смеси огня, дыма, пепла и пыли поглотили половину квартала, включая автомобили спасателей, расположенный рядом храм и прочие здания. Предположительная причина возгорания – взрыв бытового газа, однако эта версия прорабатывается. В Мексике на трассе столкнулись одновременно 50 автомобилей. Причиной аварии, по всей видимости, стал туман. Сообщается, что в результате инцидента пострадали 15 человек. На данный момент 5 потерпевших находятся в больнице. К оказанию помощи были привлечены спасатели, сотрудники федеральной полиции и медики Красного Христа. В Петербурге несколько человек попали под танк. Инцидент произошел на фестивале «Боевая сталь». Организаторы мероприятия катали посетителей на танках времен Великой Отечественной войны. Во время одной из таких поездок на броне Т-60 люди не удержались и упали. Один из них попал под гусеницу боевой машины, которая как раз съезжала с насыпи. Пострадали три человека. Подростки получили ушибы, а мужчина повредил ребро и сломал лодыжку. Раскрутило так, что вылетел из автомобиля. Под Санкт-Петербургом в результате ДТП из машины выпал человек. По утверждению автора ролика, водитель автомобиля «Хундай» объехал яму и потерял контроль над транспортным средством. Легковушка вылетела на полосу встречного движения. Протаранила другую машину и, вращаясь вокруг своей оси, столкнулась с микроавтобусом, из которого велась съемка. При этом на записи хорошо видно, что в промежутке между первым и вторым ДТП из салона «Хундай» вылетел человек. Позже мужчину госпитализировали. Иран накрыла мощной бурей. Смесь из ветра и пыли поглотила город Эст. И хоть подобные явления в этой части планеты случаются часто, на этот раз поражает масштаб. Улицы, дороги и дома накрыла большим оранжевым облаком. Видимость сразу упала до нуля. В укрытие поспешили как автомобилисты, так и пешеходы. Те, кто не успел спрятаться от стихии, изрядно наглотались пыли. А вот кадры из Кувейта. Пассажир авиалайнера запечатлел масштаб аналогичного природного явления с воздуха. Пилотам самолета удалось ускользнуть от песчаной бури благодаря большой скорости. В подмосковной Балашихе горел литейно-механический завод. Огонь полыхал с периодическими яркими вспышками. Пламя распространилось на площади около 100 квадратных метров. Прибывшим на место сотрудникам МЧС удалось локализовать и ликвидировать возгорание. Никто не пострадал. На предприятии производят компоненты для авиационной, оборонной и нефтедобывающей промышленности. Голодный лев пойдет на все, в том числе научится зубами открывать дверь автомобиля с туристами. В ЮАР в национальном парке Крюгера львица, у которой вечером разыгрался аппетит, заставила изрядно поволноваться посетителей заповедника. Потянув зубами за ручку машины, хищнику почти удалось открыть дверь легкового автомобиля. К слову, такое умное поведение львов наблюдается уже несколько лет. В некоторых случаях старания диких кожек заканчивались успехом и жутким испугом пассажиров. О таком интеллектуальном поведении хищников всех туристов сейчас предупреждает администрация парка. И чтобы не стать завтраком, советуют закрывать двери машин на замки. Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. Смотрите де-факто и будьте в курсе уголовных дел и происшествий Гомельской области. Я, Александр Гамоля, благодарю за внимание. Увидимся в это же время ровно через неделю.